Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 мая и вот всегда или в конце апреля или в начале мая начинаю обживать вот эту теплицу, в которой я уже говорила, в которой сначала мне нужно вырастить рассаду, я ее продам, а потом сюда высажу свои томаты более поздние. Делаю так всегда для того, чтобы купить на эти деньги перегноя, купить на эти деньги земли, новых шлангов. Чтобы содержать огород в таком хорошем порядке, нужны вложения, которых взять больше неоткуда, как с этого же огорода. Вот сейчас я пройду и по просьбе зрительницы одной покажу, как же выглядят те тонконогие сорта, которые я буду здесь выращивать, потому что толстоногие, которые я выращиваю на улице, я их и сею раньше, и высаживаю раньше, потому что там они в холодных условиях, и они дольше у них процесс вот этот проходит, произрастание, они более коренастые, толстоногие, они будут коротенькие. А вот эти вот неженки я вот уже начала высаживать, ну они как, они не совсем неженки, вот это король гигант, будет еще медвежья лапа, будет бычье сердце, но все они не относятся к толстоногим. Кстати, вот они томаты, которые я сеяла прямым посевом в грунт, видите, как неравномерно насыпала, сходят где-то густо, где-то что-то, но дело в том, что все они растут, и несмотря на то, что во время заморозков я их не прикрывала, они закаляются тут. Вот я приготовила уже еще одну площадку для того, чтобы высаживать, и иду как раз к этой рассаде. Вот рассада, которая посеяна у меня в традиционные для нашего сибирского срока, в даты традиционные, то есть 24 марта. В конце марта нам все рекомендуют сеять томаты, если их выращивать в открытом грунте. Вот эти томаты я выращиваю для, ну их потом будут люди выращивать в открытом грунте, вот это вот бычье сердце и медвежья лапа. Видите, какая сильно разница с этими, с теми толстоножками, как они выглядят. Им не требуется дополнительная помощь, поддержка, а эти они уже, как бы сказать, вот чуть-чуть, и они уже истончаются. Вот у них, так, по два, по два листа, у них третий лист, их сейчас уже нужно срочно пикировать. Не могла раньше приступить к пикировке, обычно 30 апреля или 1 мая начинаю. Как вы знаете, у нас был мороз, у нас был снег, вот в таком они состоянии. Они выглядят хиленькими, они выглядят такими слабенькими. И когда их высаживаешь на грядку, вот создается полное впечатление, вот что ничего из них не вырастет. Но теплица творит чудеса. Те будут на улице медленно, но верно расти, а эти будут расти очень быстро. Они будут расти быстро, их только успевай поливать. Они очень быстро начнут лист образовывать, высоту. Потом я буду уже бороться с перерастанием с их, они начнут уже здесь цвести иногда, что нежелательно. Вот, пока они такие. Вот это тоже будет у меня рассада на продажу. Но с этого же ящика, с этого же, я буду брать по 10 штук для себя. Потому что если высаживать в традиционные сроки, без теплиц, без укрытий, без всякой вот этой, без танцев с бубнами, то посев 24 марта для нас самый идеальный и высадка после 10 июня. Представьте, им еще месяц, и за месяц они превратятся в хорошую коренастую рассаду с цветочной кисточкой. Хотя кажется, по сравнению с теми, которые я сегодня высадила уже в теплицу, ну кажется, даже смотреть мне на что, ну зачем такие они вырастут. Все вырастет. Главное верить в это. Все, до свидания. Продолжение следует.